привет друзья с вами виктория добро пожаловать ко мне на кухню сегодня готовлю торт кудряш или махровый торт так его тоже называют готовится тортик просто получается очень вкусный подойдет как на праздник так и просто к чаю сначала приготовим бисквит для приготовления светлого бисквита нам понадобятся яйца сахар мука щепотка соли и экстракт ванили или ванильный сахар такие бисквиты готовятся без разрыхлителя и без соды получаются очень пышные но учитывайте что взбивание яиц в приготовлении этого бисквита играет главную роль яйца аккуратно разделяем на желтки и белки в белки добавляю щепотку соли и начинаю взбивать после образовавшейся пены постепенно начинаю добавлять сахар и продолжая взбивать в густую пышную массу ну вот взбиваем до так называемого клювика у птички если вы так сделаете венчиком то получится как клювик у птички это то что нужно и затем добавляем желтки и взбиваем венчиком еще в течение примерно одной минуты не очень сильно чтобы не перебить белки и теперь убираем миксер и просеиваем через сито 140 грамм муки просеивать я рекомендую обязательно так будет легче перемешивать и перемешиваем плавными движениями снизу вверх силиконовой лопаткой миксером я не советую перемешивать иначе бисквит у вас не получится такой пышный можно взбить белки отдельно желтки отдельно и затем перемешать и желтки и белкам я делаю так у меня получается обычно все если вы боитесь что бисквит у вас осядет взбейте в одной емкости белки а в другой желтки и перемешайте лопаткой желтки к белкам вы сразу увидите если тесто у вас будет не воздушно это сразу видно она по объему получится намного меньше осядет подготавливаем формочку я буду запекать в кондитерском кольце кондитерское кольцо я установила на диаметр 18 сантиметров и переложила фольгой и донышко и края смажу немного растительным маслом отправляем запекаться бисквит в ранее разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут бисквит у меня запекался 25 минут смотрите по своей духовке и по размеру вашей формочки не забывайте если формочка у вас большего диаметра то запекаться бисквит может немного быстрее проверяем его деревянной шпажкой шпажка выходит сухая значит бисквит готов остывать бисквит у меня будет выключенной духовке с приоткрытой дверцы посмотрите какой получается бисквит пышный и воздушный почему для этого тортика готовят такие бисквиты потому что крошку которую мы будем использовать она создает такой эффект как махровый тортик называется не только кудряш также его называют махровый торт для приготовления шоколадного бисквита нам понадобятся те же самые ингредиенты что и для приготовления светлого только 20 грамм муки я заменила на 20 грамм какао то есть в этот бисквит понадобится 120 грамм муки и 20 грамм какао для шоколадного бисквита проделываем все то же самое что и для светлого разделяем желтки на белки взбиваем белки щепоткой соли и сахаром пышную массу затем добавляем желтки продолжаем взбивать еще недолго и затем просеиваем 120 грамм муки и 20 грамм темного какао какао должен быть хорошего качества не сладкий и все хорошо перемешиваем с помощью лопатки шоколадный бисквит у меня сбегался немного дольше 35 минут проверяем его деревянной шпажкой я приготовила пропитку для этого я смешала 150 миллилитров воды с двумя столовыми ложками коричневого сахара закипятила перелила в емкости добавила одну столовую ложку экстракта ванилия пропитки дам остыть теперь приготовим крем крем у меня будет самый простой сметаной миски смешиваю 300 грамм сливочно творожного сыра добавляю 600 грамм сметаны у меня сметана 30 процентной жирности и добавляю 50 грамм сахарной пудры сначала все перемешаю ложкой и затем взбиваю миксером взбиваю до загустения я попробовала получилось не очень сладко добавила еще две столовые ложки сахарной пудры сахара в креме регулируйте по вкусу вот когда начинают оставаться такие следы на креме значит крем сбит в принципе такой крем готовится очень очень просто если у вас нет творожного сыра филадельфия просто взбейте жирную сметану с сахарной пудрой получится тоже очень вкусно и теперь займемся коржами нам нужно два коржа и один небольшой корж на крошку и так же поступаем с шоколадным коржом разрезаем его на два средних коржа и один корж тоненький он нам пойдет на крошку все готово начинаем собирать тортик кондитерское кольцо я установила на 18 сантиметров первым буду выкладывать светлый корж пропитываю корж пропиткой пропитка у меня уже хорошо остыла сверху выкладываю крем и выкладываю следующий корж следующий корж выкладываем шоколадный выкладываем поочередно светлый корж шоколадный корж и опять светлый корж и последний корж кондитерское кольцо я использую просто чтобы побыстрее мне собрать в принципе можно все делать без него вот сейчас я его уберу и теперь тортик смазываем по бокам полностью особой ровности нам добиваться не надо потому что торт мы будем украшать крошкой друзья хотела вам посоветовать если вы делаете крошку на миксере то не делайте ее слишком мелко чтобы получился у нас вот такой махровый эффект и теперь самый любимый завершительный момент будем украшать крошкой тортия этого можно использовать вот такие у меня есть чтобы сделать печенье формочки можно просто наложить например сверху вот так посредине крышечку от простой банки вот так сверху накладываем в здесь например украшаем черными крошками круг украсить белыми также можно разметить вырезать пергаментную бумагу положить ее так как вам нужно и присыпать сверху крошкой много очень разных вариант я вот здесь прилепила пергаментную бумагу вот таким образом можно прилепить и украсить с одной стороны шоколадная крошка и с другой светлой крошкой вот такой красивый тортик у нас получился сейчас я вам отрежу кусочек и посмотрим какой он получился внутри этот тортик из серии советских тортиков если рецепт вам понравился не забудьте поставить лайк подписывайтесь на мой канал напишите мне в ваших комментариях какой другой советский тортик хотели бы увидеть на моем канале всего вам доброго и до новых встреч с вами была виктория пока пока и вот и и и и и